всем привет мои дорогие с вами алла привет вам с нью-йорка сегодня у нас 11 мая сейчас я поверну камеру и мы с вами будем общаться вы просто будете наслаждаться нью-йорком пока я иду сегодня сейчас начало 6 я забыла все я пошла назад работу потому что я забыла уйти с работы и нажать на то что я с работы ушла но ничего страшного ok еще раз меня полицезреть и надо clock in когда я захожу это локаут когда я и выходим из моей работы сделала я локаут закончила я работу свою вот сейчас я точно уже и закончила понимаете а то вы что красавица и отогнаете сразу начала смотреть на какую остановку мне идти на какой автобус ну что суббота-воскресенье и здесь я немножечко по-другому автобусы ходят и мой автобус по расписанию он сейчас абсолютно не идет который мне очень удобно здесь на суд за углу повернуть и он здесь а мне придется идти сейчас три-четыре квартала около десяти минут но окей я мне это нравится потому что вы сами понимаете погода хорошая вот так хорошо будет что вы сейчас будете моими глазками вы будете смотреть сейчас обычную нью-йорковцы которые просто прогуливаются кто куда идет потому что у большинства людей естественно выходной с улота завтра будет праздник завтра будут забиты соль завтра будут забиты все рестораны потому что все вы гулять меня дети тоже приглашают и предупредили мама возьми что-нибудь с собой на работу переодеться когда будешь уже закончить вернее работу или одеться как-то красивенько потому что они меня заберут . лисы заберет меня с работой чтобы я уже домой не возвращалась да и здесь в нью-йорк приедут и мы где-то засядем в какой-то ресторанчик и сидим троем здесь наших половина просто троем посидим поразговариваем порадуемся пожалуемся попросим сайт у нас беседа будет именно сильнее some condensed milk and also the pearls asian pearls . 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 Мы празднуем Mother's Day, мои дети меня пригласили, я тебе заказала чай, потому что мы пришли в другой ресторан, до этого мы ели очень вкусненькое не сладенькое, но я в диван не стояла, потому что мы семейно сидели, поэтому я ничего не снимала. Сейчас вот хочу, о май гад, короче, видите сколько там внутри, нет? Лава, и вот сейчас Аня будет поливать. Аня, господи, там даже цветы не поливает, уже не говоря чудом, вот, а здесь поливается, здесь. Можно нам еще повторить один горшочек вот этой жидкости? У нее опытное зятё, которому 24 года. Мама, я сейчас буду снимать. Мама, я сейчас на тебя все сделаю. Спасибо, доча. Смотрите, девочку, еще раз нам горшочек полить надо. Ну че, они, они в телесерии, в теории. Такая вкусная мать. Булеран хотелось сделать. Булеран? Смотри, булеран какая-то. Булеран еще приятный. Ой. Ну, this is not mine. Он смотрит, пока мы ковыряемся, говорит. О, G, this is mine. Анечка. А ну, все, видишь, что делается? По крошке в береге лёгкой. А не лёгкой. Молты. Молты. Дмитрий. Молт. Что это? Что это? Ого! Смотрите, как здесь у нас, когда рубашечки ты сдаешь в стирочку, люди не стирают рубашки, бывает такая как бы сухая стирка, и сдаешь вот в такие как бы прачечные, по-русски если сказать, и вот они их гладят и стирают, и ты забираешь как будто бы рубашку только что купила. Окей, в основном это бизнес здесь корейский. Так, дальше, о чем мы с вами будем разговаривать? Давайте, если я буду немножко отвлекаться от темы, потому что что-то буду видеть по пути, иначе буду отвлекаться, и вы заодно вот просто сейчас будете со мной прогуливаться, и я вам сто процентов обещаю, что вы будете ощущать вот эту атмосферу, потому что я буду идти пешком, не спеша, буду видеть, вы будете вернее видеть то, что вижу я, вот, ничего специально там я вам нарезать не буду, просто иду после работы домой на остановку, и вот с вами сейчас подниму тему, я не знаю, может быть я пройдусь немножечко дальше, и две остановки, три, потому что мне надо с вами все-таки поговорить, а 10 минут, я даже не знаю, у меня ни одна тема не получается, чтобы с ней поговорить 10 минут вообще, вот, поэтому у меня всегда 30 минут, это 20, это самое нормальное, и то это, если так, вкратце, но окей, вот такие дормены у нас бывают возле билдингов, потому что это очень дорогой район, и вот стоят, видели, да, я вам показывала, давайте я аккуратненько так повернусь, аккуратно, аккуратно, сидят в летних вообще платьях, аккуратно, аккуратно, вот так и повернусь, и вы посмотрите этих дорменов, которые стоят возле билдингов, ну и они встречают, открывают двери людям, вот как у нас подъезды, да, ну в дорогих, естественно, домах здесь вот оно вот так, дальше что, ну вот сейчас вы можете немножечко посмотреть, кто в чем одет, кто как одевается, и кто еще в зимнем, кто совсем в тупрятой платьичке, так как я утром выхожу, то я, у меня еще и шарфик, у меня еще и курточка, я вообще не отношусь к тем, кто очень легко одевается, потому что я, я же говорю, взять и кондиционер в автобусе, ну все жидко очень, у меня такая красота, вот, ну что, давайте все-таки, наверное, наконец-то я к теме, хочу просто вам чуть-чуть показать, как там в магазине, я хочу с вами поговорить, я тут комментарий прочитала и написала, что очень хороший вопрос мне задала моя подписчица одна, по поводу, что я думаю по поводу старости, по поводу пенсии, там, может быть, поработать-поработать, дети взвернуться в Украину и вообще, как я себе, наверное, организовываю мою вот дремучую-предремучую старость. Давайте я буду вам откровенно все говорить, что я, честно говоря, не думаю, при том, что я работаю в таком заведении, где все, что людей ожидает на старости, все перед моими глазами, вернее, в старости, все перед моими глазами, поэтому, если человек очень мнительный и любит, и умеет себя ужасно накручивать, то я вам сейчас скажу, что это работа не для него, поэтому тут можно сплошной депрессией уходить, потому что ты видишь, у каждого по-разному как бы проходит старость, да, я имею в виду болячка, вот. Я об этом не думаю, я буду потом думать тогда, когда это произойдет, если у меня будут еще мозги работать, и я не хочу как бы на этом зацикливаться, и я понимаю, что это зависит даже не от возраста, да, то есть можно очень сильно заболеть и в любом возрасте, но давайте так, мы будем говорить про пенсию и про возраст, как бы себе организовать здесь, как бы подготовить себя к пенсионному времени моему, здесь он начинается, по-моему, 63 года, и ты можешь еще работать, еще 5, короче, ты можешь вообще работать, пока тебе ноги носят, здесь нет такого понятия, что ты выходишь на пенсию, ты уже нафиг никому не нужна, тебя выгонят, здесь вообще такого нет, поэтому, в смысле того, что у тебя как не тот возраст, тебе в магазин какой-то не возьмут работать, или какую-то фирму не возьмут работать, потому что у тебя не длинные ноги, и у тебя не белые длинные волосы, и тебе не в 20-18 лет, и самое главное, ты еще не дура полная, вот. Вот это самый такой классный набор, да, у нас для девочек в офисы, кем там, секретаршем, делободом, я не знаю, как их там сейчас называют, вот. Или такие же набирают у нас в магазин, у нас в магазине обязательно должны быть вот такие вот девочки, да, прямо как на выставке. Ну, окей, здесь такого нет, есть и такие девочки, есть разные полнушки и дурнушки, и старушки. Я даже как-то делала видео в самом начале, что стюардесса была настолько пожилая, я не знаю, ей лет может быть было точно под 70, если не больше, как-то я летела с Техаса в Нью-Джорси, если Нью-Джорси в Техас, поэтому я вам серьезно говорю, за возраст здесь я не переживаю. Вот это я сейчас вам скажу, в чем мне здесь намного проще и легче в Америке, вот, как говорится, две стороны медали. Здесь нужно пахать, это одна сторона медали так, пахать не так, как у себя дома, там как бы мы работаем, но здесь это все по-другому. Здесь за многие вещи надо платить, за что не надо платить и на что тебе не навязывают в Украине, а здесь тебе это навязывать, и тебе надо работать, что тебе надо за это платить. Так скажу, это кредитные карты, это обязательно, у тебя должен быть медицинский иншуранс, у тебя должен быть иншуранс на машину, ты берешь машину, близ, или покупаешь, потому что ты без нее не можешь, и невозможно ездить, разве что, если ты можно не покупать машину, если ты живешь в Нью-Йорке, если ты в Нью-Йорке не живешь, без машины невозможно. Что ты делаешь? Ты ее покупаешь, что нужно платить? Обязательно страховка, страховка не совсем маленькая. Потом, если не покупаешь, то лис. Что нужно платить? Нужно платить лис. Лис – это аренда. И, естественно, опять страховка. Все. Там, хочешь не хочешь, нужно полное покрытие. Поэтому соответствующая она тоже. Она как бы не сильно дешевая. Ой, кредитную карточку надо брать. И что еще? Строить аренду. Белы платить надо. Все. Все тебе это навязано. И хочешь не хочешь, за это все надо платить. Так. И что у нас здесь? И что выходит? Выходит, что нужно пахать. Дальше. Мне так интересно, знаете, как Америка учит пахать, 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 а потом тратить, тратить разбилась с мысли. А, чем больше у меня будет зарплата, естественно, тем больше у меня будет пенсия. Но я сейчас вам так скажу. Я вам, кто смотрит, меня знает, да, моего вот этого дедушка, которому 91 год. У него пенсия сейчас около тысячи с лишним долларов. Я, честно вам, скажу, на что у него хватает эта пенсия. Он оплачивает просто за свою квартиру, 1200, по-моему, его квартира стоит. И вот я вам говорю к тому, что это квартиру, которую он купил. Он ее купил где-то, я не знаю, за 100 тысяч или меньше, потому что он ее купил где-то 20 лет назад, по-моему, даже меньше. И за нее платит тысячи с лишним. А теперь смотрите, если бы я, например, захотела снять его квартиру, вот я хочу снять его квартиру, знаете, сколько бы я за нее платила? Ну, может быть, полторы. Я бы не хотела, я бы, конечно, не платила 1200, это совсем как бы мало, совсем. Но тысячи полторы она бы стоила. Вот. И поэтому я вам говорю, что разница в том, что человек имеет свою квартиру. Я сейчас иду и везде марикану пока. И разница в том, что имеешь ли ты квартиру или ты снимаешь в аренду, практически разницы нет. Поэтому я по поводу квартиры не парюсь. Поймите, мне времени не хватит в моей жизни, чтобы выплатить за квартиру. Даже те люди, которые покупают ее в 30-летнем возрасте, у них не всегда хватает времени жизни своей, чтобы за нее выплачивать. И эти выплаты переходят как бы детям, не знаю, родственникам. Вот. Или я на банку отходит. И смотрите дальше. Чтобы я немножко вам про пенсию рассказала, из тех случаев, которые я знаю, у меня есть друзья. Ну, вот так звучало, что друзья, у нас есть пенсионеры. У меня такие есть друзья, такие, как возраста моей дочки, 24-25 лет, да? И есть такие, которые возрастом, они, ну, очень-очень пожилые. Я не люблю слово, старенькие. Очень пожилые. Вот. Про поводу Пети я вот вам рассказываю. Значит, у него 1200 идет где-то грубо пенсия, столько же он платит за квартиру. То есть, а пенсия уходит на квартиру, да? Еда. Он, есть еще такой в Америке, футстемпы, да? То есть, это такие талончики дают, и они дают на определенную сумму. К примеру, я буду вам говорить. Не потому, что это четко такая цифра. Я знаю, что такая была, может быть, сейчас изменилась. Например, 100 долларов дают тебе такие талоны, и на эти талоны это как деньги. То есть, тебе платить не надо деньги. Ты, это доллары. И ты покупаешь определенное, определенного вида товара. То есть, это обязательно еда. Это не какие там немоющие средства, ты не можешь потихотить себе одежду, там, в ресторан сходить, да? И ты приходишь, покупаешь, я не знаю, творог, молоко, такое самое необходимое мясо, что там еще, фрукты какие-то, может быть, вода какая-то, и то не все разновидность. Именно определенное, что именно оплачивают тебе, как бы, по определенной программе. Государство, да? Это может быть в пределах, там, 100 долларов в месяц. Может быть, 200, может быть, 40 долларов. В зависимости от того, у кого какой был доход, и насколько, насколько у кого какая программа. Так, у Пети есть сожительница. Вот у нее пенсия 800 долларов. Фудстэмпов нет у Пети. А у его геллфренд, они живут просто вместе, уже 18 лет. Какой бы ни был возраст, хоть 100 лет, но не расписано, геллфренд здесь не так. У нас нет такого понятия, здесь гражданский муж, там, не гражданский муж, гражданский муж. Давайте я вам покажу, какая пенсия. Пенсия меньше 800, даже 799 будет, и 99 центов. Значит, ты будешь получать эти фудстэмпы. На них ты покупаешь, как бы, еду, да, дополнительно себе поедет в Пети. О, значит, у Пети такого нет, потому что у меня физиковой не выплачена квартира. Вот у меня, он рассказывал, что у него есть друзья, муж, женой, и дом, да, у них дом частный, и муж очень неплохо зарабатывал, и он потом заболел. И они, и не старенькие, им лет под 70 уже, наверное, но знаешь, что полностью за дом им банк разрешил не оплатить, а платить только коммунальные услуги. Что они делают? Это они взяли себе квадеранта. Я просто знаю, мальчик там живет, да. Вот, и за счет квадерантов они еще себе имеют дополнительные, как бы, денежки, чтобы жить, помимо их пенсии. То здесь выкручиваются, здесь нет такого, что в Америке живешь, и здесь все зашибись с пенсией. Не так все здесь жутко, как в нашей стране, потому что в нашей стране если тебе не денег, то ты дома так и помрешь, извини меня, тебе кто лечить не будет. Здесь нет, здесь тебя лечить будут, если тебе уже за 65, то тебе уже дает опять, если тебе не денег. Каких не денег? У тебя может быть очень маленькая пенсия. Но у вас может быть очень много денег на карточке. Никто вам бесплатно не даст иншуранс. Если у вас на карточке зиру, и у вас пенсия маленькая, у вас будет бесплатное обслуживание операций, и все-все-все, медицинское обслуживание будет абсолютно бесплатно. Все эти ситуации, которые я сейчас вам рассказываю, я их пока слушаю, просто слушаю, просто понимаю, как это все здесь работает. Надо ли здесь копить денег на пенсию? Просто ложишь себе деньги или кладешь, короче, собираешь, чтобы это было, знаете, как не резало ухо ни тем, кому не нравится. Кладешь и ложишь, и собираешь денежку себе, не знаю на что, просто на лишние какие-то нужные затраты в будущем, сейчас, завтра, послезавтра. Сегодня тебе не надо, завтра тебе надо. Все. Окей, так я к чему? Мне этот Петя, он говорит, Алла, у меня есть деньги, я не хочу просто их тратить, потому что я исхожу из того, что если я слягу, и надо быть, что кто-то за мной смотрел, присмотрел, то у меня есть с каких денег ему платить, чтобы мой сын платил за меня с тех денег, которые я собрал. То есть 1100, может быть, больше у него есть. Он говорит, я не хочу тратить, например, много денег с того, что я собрал сейчас, например. Вот, и я стараюсь как бы экономить и стараюсь, чтобы те деньги, которые я собрал, если они мне не понадобятся, то в крайнем случае, говорит, они достанутся моего. Поэтому я сейчас вам сразу скажу, я сильно тут не парюсь по поводу того, что я там буду на пенсии делать, так я буду выживать. Самый худший вариант, конечно, для тех людей, которые без детей или дети, которые в любой момент на тебя наплюют, бросят себя, если с тобой все плохо, никто с тобой водитель жить не захочет, чтобы за тобой ухаживали и все остальное, то тебя тут заберут в... Ты можешь себе организовать дом престарелых. Вот, за тобой будут смотреть, будет платить, естественно, твоя медицинская страховка, и тебя будут осматривать, мыть, я не знаю, лекарства давать и все остальное. Корни, естественно. Я попила водичку, иду дальше с вами разгибаливать. Тюльпанчики, да, такие красивенькие. Даже я не представляла, что раньше могут... Раньше даже не представляла, что кроме красного тюльпана могут быть еще какие-то естественные, как бы, цвета, такие, при всей своей неестественности, такие вот розовые, оранжевые. Я прочитала, что мне написали, планирую ли я вернуться в Украину. Нет, я ничего не планирую. Вы что? Во-первых, я с удовольствием, конечно, если бы можно было бы так, поработать, заработать здесь на пенсию, получать, например, пенсию тысячи долларов и живи себе в Украине. Видите, как на велосипеде едет. И живи себе на эту тысячу долларов в Украине. Живи и не тужи. Правильно? А еще можно поработать так, чтобы за себе немножко здесь денежек копить, чтобы там купить себе квартирку какую-то такую неплохую однокомнатную. Живи себе, но так нельзя, потому что, если ты не будешь здесь находиться, я могу уехать на месяц, на два пожить в Украине. Но, ну, я не знаю, знаете, как это, ну, что там пожить, когда здесь уже тебе друзья, дети там, я не знаю, может быть, к тому времени внуки будут, может быть, какой-то будет у меня, Леша не будет, не в курсе, не знаю, какой-то дедушкой будешь со мной, ну, как-то я знаю тебе, я не знаю. Уходить там, жить, ну, что я там буду каждый день делать? Я понятия не имею. Но посмотрим, и еще улететь туда 9 часов, да, это какую-то квартиру надо снимать, потому что, я думаю, в то время уже все продастся, ничего у меня не будет, и приезжать никому будет, кроме, как, может быть, к своему брату, вот, поэтому у меня такого нет, чтобы приехать, и я, конечно, бы хотела каким-то образом все равно работать, может быть, бизнес еще у меня будет, может быть, у дочки, может быть, ну, что-то будет, поэтому, честно говоря, я... Давайте с вами посмотрим, какие шляпки здесь интересные продают, поэтому у меня мысль к ней-то повозвращаться, потому что это моя любимая страна, я могу приехать на месяц, понавещать всех своих знакомых, бабушек, старушек, которые они уже стали, станут, вернее, бабушками-старушками на то время, и, как бы, ну, на этом и все, а так, чтобы там жить, я не знаю, уже все чужое будет, вы знаете, я настолько здесь уже приспособилась жить, и здесь у меня настолько уже как-то все родненькое такое, все, что я бы не очень хотела бы, видите, какая очередь, я забыла, опять, что-то сегодня суббота, что-то сегодня выходной, у меня же рабочий день, это вот такая вот толпа, чтобы посмотреть какие-то картины, помните, я какое-то видео делала, смотрите, какая пара интересная идет, какое-то видео делала, что мы были на этой картиной галерее, но я скажу вам честно, я ничего в этом не понимаю, я не понимаю, я не наслаждаюсь, для меня это все настолько чужое, все эти картины, картины, для меня все сложно, что-то, Леша меня пытается как-то водить, чтобы я что-то там, какой-то enjoy получалась, я не получаю никакого наслаждения, я так вот хожу, просто потому что уже Леша заплатила. Ну вот, я не знаю, что еще вам сказать по поводу пенсии, не знаю, возвращаться не собираюсь, по поводу пенсионного возраста не переживай, по поводу пенсионного времени, когда оно у меня наступит, пенсии, я не переживаю, единственное, что я же вам говорю, я просто себе желаю побольше здоровья, я не переживаю, что я там буду, когда что-то со мной там случится, когда-то в любой случай, Приходит Мы сталкиваемся с тем В любом случае мы когда-то Столкнемся с тем, но из-за себя буду говорить Давайте я когда-то столкнусь с тем, что у меня Будут какие-то там недобогания Начнутся Что я буду об этом думать, ребят Что я буду об этом сейчас Рассуждать Я хочу просто понимать Что Сейчас мне хорошо, сейчас мне Классно, я стараюсь Как можно больше переключать себя На такие моменты Научилась наконец-то, чтобы Вы знаете, сильно не грузиться какой-то фигней Потому что это укорачивает жизнь Вы знаете, я не знаю Продлевает ли жизнь какие-то положительные моменты Когда ты перестраиваешься Переключаешь себя на положительные эмоции И стараешься не Как бы сказать Не комплейн, не жаловаться Не быть постоянно в таком взвинченном состоянии Чтобы вот этой всякой фигни не было Стараться это обходить Не знаю, я же говорю Не знаю, будет ли это продлевать жизнь Но знаю точно Я не хочу не укорачивать Я не хочу, чтобы у меня был Знаете, как это головная боль Из-за того, что я там где-то нервничаю Где-то мне что-то не устраивает Где-то что-то мне Что-то не нравится Кто-то не так сделал Кто-то не так обслужил Не так посмотрел Я сейчас имею это все в виду Я никогда не парюсь Я же говорю У меня были даже такие реакции И в Ютубе даже кто-то писал мне поначалу какие-то комментарии Я хотела удалять вообще себя с Ютуба Потому что я очень переживала По поводу этих комментариев А теперь мне абсолютно без разницы Я знаю, как я живу Я знаю, как я мыслю И я знаю, что я могу допустить какие-то ошибки Я всегда за них могу попросить прощения И четко понимать Если я увидела свою ошибку Если я сделала какой-то вывод Я ее как-то пересмотрела И как-то сообразила Что я поступила как-то так, знаете Как косо То я постараюсь в следующий раз Как-то с этим справиться Реабилитироваться Но не ходить, не, знаете Ни усипусе, ни усирусе Не лезть без мыла в одно место Не зализывать в это И ну, нет Я готова четко сказать, что извини Я вот была не права Ляпнула Я понимаю, что грубо Там, наверное, не к месту Там еще там То есть я вот в состоянии Как бы признать это И слава богу, что сил хватает Иногда бывает сложно Очень сложно Ну, особенно с родными людьми Это сложно И с родными-то людьми В основном и ты сталкиваешься с этой фигней Ты что-то, какую-то фигню делаешь В основном с родными людьми Потому что с другими Как-то ты себя контролируешь На работе надо себя контролировать То потеряешь работу Естественное уважение в коллективе Потом, я не знаю, с кем С детьми там Ну, а можно позволить с родителями Да, с молодым человеком И тут надо думать тоже Что с родителями Как-то их надо уважать Потом, что молодого человека Точно так же можно отношения потерять Ну, нужно тут обоюдно В отношении с ним немножко все по-другому Тут нужно просто обоюдно все это делать Ну, я с вами очень поговорила по поводу И по, как говорится, между строк Между делом я немножко захватывала другие темы И спасибо, что вы мне задаете такие интересные вопросы На которые мне хочется отвечать, даже делать видео Искусство такое Задавать очень интересные вопросы Которые тебя так вот Опа! И думают Ты посмотри, вопрос просто охватывает целую часть твоей жизни То есть человек может задать вопрос А это, ты понимаешь Это вопрос, который нельзя охватить И рассказать о нем там 10-15 минут Я недостаточно здесь еще долго живу Недостаточно я так знакома с пенсионерами И с программами всякими Здесь много программ для пенсионеров И каждая программа в зависимости от вашего дохода Опять, я про это не знаю Поэтому я вот достаточно детально Не могу вам ничего сказать Чтобы это было настолько вам ясно, понятно И еще раз скажу вам Что здесь не до конца ясно мне При том, что я здесь живу Ой, совсем чуть-чуть Три года это как, наверное, три часа Когда я... Я не совсем еще этой темой как бы интересуюсь Меня не совсем эта тема... Я понимаю, что она будет касаться меня в скором будущем Но она касается любого человека Коснется мужчину, женщину Вот Но я вот пока не гружусь При этом я немножечко об этом думаю Ну, что, мои дорогушечки Вот я иду вдоль центр парка Это очень, вы знаете В Нью-Йорке один из самых огромных знаменитых парков Central Park Очень многие люди туда идут просто гулять Просто наслаждаться Полежать на травке Там ботанический сад Очень много сад Любят люди очень туда ходить И всем этим наслаждаться И я как-то видео делала тоже в прошлом или позапрошлом году И на велосипедах там катаются Если вы видите Я просто иду вдоль парка Я уже говорила, да, что Леша утро меня привез А вечером я сейчас иду одна Вы знаете, я просто море удовольствия получаю Если на выходной буду работать Я, наверное, так вот буду гулять Иногда надо проводить время не только вместе Я имею в виду с любимым человеком А иногда друг от друга отдыхать И просто, наверное, наслаждаться своим личным временем Своим личным окружением Как, например, я с вами сейчас, да И вот, как я думаю, о сегодняшнем дне И, естественно, ставлю цели на немножечко на будущее Но всегда нужно стараться быть в настоящем времени Хорошо, мои дружечки На фоне вот этой красоты цветочной Желаю вам, чтобы у вас в душе всегда было так ярко Чтобы было очень и так просторно И самое главное, чтобы все было очень ясно Независимо от того, сколько нам лет Мы не можем ощущать этот возраст Вот такой, знаете, как вот Мне, например, 50-19 Я не знаю, что такое 50-19 Я могу сказать, что такое 20-30 Даже 40-45 Вы знаете, я замечаю, что только прибавляется мудрость Понимание людей окружающего мира Я больше понимаю поступков таких разных Особенно плохих Почему люди поступают таким или другим способом Почему они так реагируют, например, на какие-то вещи У меня вот очень много вот этого пришло понимания Мне очень легко Я не осуждаю людей, почему они так поступили А я понимаю, почему они так поступили И все, и на этом у меня, кажется, дверь закрывается И я не парюсь по этому поводу Легче прощать Я знаю, что я бы могла, наверное, уже просить все И... А если есть рядом такие люди, где они могут... Что они могут поступить так, что мне сложно будет просить То зачем мне такие люди? Это и чувствуется у меня на каком-то и подсознательном... Я не знаю, на какой-то и подсознательности у меня это чувствуется Я с ними просто не общаюсь с такими людьми И нафиг оно мне надо Поэтому я вам желаю вот эту вот такую, наверное, иметь с возрастом И самое главное, это сохранять, если вы это уже имеете Да, вот эту мудрость, понимание, умение прощать Быть более такой флексибл, да Не сильно радикально такой кардинально Да, нет, должно быть что-то между белым и чёрным Это всегда облегчает жизнь вам и тем, кто рядом с вами И я желаю вам только лёгкости в жизни И лёгкости вообще любого полёта, который вы решили совершить в вашей жизни Ну, по пути, наверное, к цели Или добиться чего-то нового, свежего, необычного Следующего, как бы, шага в вашей жизни Всё, всего хорошего, пока Пока, с вами Алла